Никаких больше вечеринок. Всем привет, это канал о моде стиле Гоша Карцева, я Гоша Карцев. Это обзор на неделю моды 8 зима, 22-23, тренды, ну и прочее, все вы понимаете. Ничего нового, ваша любимая рубрика на вашем любимом YouTube-канале. Ба***, где-то я это уже слышал. Показов много, будем смотреть быстро, получать удовольствие, you know what I mean? Кайфовать, включать яс, я ничего не видел. Буду смотреть вместе с вами. По алфавиту? По алфавиту, говорит Сережа, и мы не будем спорить с ним. Есть такой дизайнер Лая, посмотрим, что он нам предлагает. Кожза, это вообще этот год? Джинсовые клеши, джинсовые клеши, как мы относимся к ним, не понимаю. Пальто с мужского плеча, мини-юбка, очень симпатично, вот это не очень симпатично. Это интересненько. Латекс, ботфорты. Ну что я могу вам сказать, боди, антиковидное. Далее у нас какая-то, какое-то жабо в ботфортах. Образ интересный, элегантный, не расчесанная. Что вообще произошло с Аллою? Это был женственный красивый бренд. Белая рубашка в пол. Нравится, интересный ход. Черный костюм придумали люди опять. Это что? Это унты. Унты, друзья. А почему? Что это? Боленсяк? А это джинсовые леггинсы. А вы знаете, да, что, кстати, джинсовые гетро стали модными? Как вам такое? Ремни. Ну, кастинг очень симпатичный. Я не понимаю, почему у всех закрыты лица. Сетка платья мне нравится. Вот этот корсет колготки. Корсет колготки нравится. Унты я не ув… Можно муха не будет летать? Опять колготки, корсет. Какая-то выдумка. А что-то как-то креативнее стало. Сиськи нарисованы на сиськах и какие-то вот формы. Ну, какое-то необычное. В целом с этим можно поработать, поснимать красиво. Это немного муглер кошачий. А вот просто сетку замотала. Почему у всех лица закрыты? Модели же им деньги за это дают. Много трусов мы видим, интересных вырезов. Ну, симпатичный. О, черное платье нравится. Только талии нет в нем. Надо не забывать еще смотреть на вас. Я тысячу лет мне записывал обзоры и забыл, как это делается. Все, посмотрели. Алоян, ну симпатичный. Симпатичная или так все? Александр Маккуин и Сара Бёртон. На фоне кучи навоза делают показ. Что это за гора? Останется тайной. Кожаное платье, минималистичное. Очень красивые браслеты. Симпатичное. Все всегда, все всегда хорошо. Слушайте, кстати, у Маккуина… Я писал себе в Телеграм-канале. Подписывайтесь, пожалуйста, у Маккуина. Очень крутой рилсы. Очень хорошие рилсы в запрещенной социальной сети. Они показывают, как они делают все свои вещи. Прям рекомендую. Очень залипательно. Понять, почему это кропотливая рапора. А что у них за брелки на шее? Блин, нельзя наклоняться. Какое-то что-то… Какая-то бита. Бита. Опять зеленый. Немного зеленого, салатового. Но какое-то все такое простое. Да? Какое-то красивое, геометричное. Это как будто балансиага старая, жаскиеровская. Косуха, как всегда уже. Мы все по косухам можем узнать. Маккуин, мне кажется, бренд. Мальчик мой. Здравствуйте. Парни, кстати, не ходили раньше по козе у Маккуина, а в женском. Интересно. Так, вот это вот какое-то диско что-то. Немного верия, немного волос, ниток. Очень я не рекомендую носить такое платье, если у вас есть кот. Вот еще, смотрите, корсет. Интересно, это штаны корсетные, кожаные. Как бы тема корсетов не раскрыта, да, в этом сезоне у нас. Лара Стоун. Топовая модель. Очень плохо выглядит на этой фотографии, но я думаю, это положится плохая… Я думаю, просто плохая фотография. Лара Стоун, бомбическая, супермодель в серебряном, не очень красивом платье. А Кай Гербер… А что-то как будто выполнит одежду модели. Зачем это делать? Вот этот фатин дешевый, сетка, мне кажется, такое мы сами можем делать. Берем, накидываем, пиджак на плечи и что-то намотали, и вот тебе и Маккуин. Ванг! Это же был показ. Ванга канцеллили, он приставал к моделям, его все заканцеллили. И он наконец-таки сделал показ после этого. Но я вам могу сказать, что сейчас я повы***лась, я тоже как-то к Вангу приставал. Ну, просто сфоткаться хотел. Я очень люблю Александра Ванга. Сильно нравится мне его дизайн. Очень нравится стилизация такая. А что это такое на руках? Что это за вязаные… Что это такое? Шапка. Шапка на руках. Очень легко стилизовать. Ванга вообще всегда, как Ванг делает, стилизовать можно из любых брендов. Берете большую сорочку, берете большой пиджак, топ, низкие джинсы. Вот вам и Ванг. Это в каком-то Чайна Тауне, что ли, был показ? Огромная сумка. Нравится. Огромная челка. Очень странно вязаные трусы шерстяные. Жители холодных регионов, обратите внимание. Батфортики. Ну, симпатично. Мне нравится. Люблю сильно Ванга. Он хорошо работает с аксессуарами. Очень хочется живьем посмотреть эту одежду. Но непонятно где. Беременная. Вот это я видел. Беременная, как тебя зовут? Кто ты? Миранда Кер. Очень многим не понравилось, короче, что Миранда Кер вот так выглядит. Еще с черными губами. Сказать, что это вообще, что это такое? Стыд и сыром. А мне кажется, люди, вам нужно, блядь, всем успокоиться. Реально. И подумать, что порадоваться за человечка. Пополнение в семье, так сказать. Ой, она же встречается с каким-то актером. Этим. Из пиратов Карибского моря. Адриана Лима. Это Адриана Лима. О май гаад. Миранду Керсер Адриана Лима перепутал. Ну, вы поняли. Реуши не очень, я могу сказать, что нравится мне. А вот это я. Посмотрите. Это же я. Красиво. Я красивый. Пайетки, пайетки. Конечно, мне не очень нравится красный ковер и фотографии такие какие-то странные. Но в целом спортивные костюмы какие-то вообще. Что это такое? Как вторая часть показа мне очень нравится мне. Сумки из... А, сумка-подушка. Это сумка-подушка из пайеток. Очень удобно спать. Ну, и как всегда, белые рубашки. Вариации на белой рубашке, но не самые красивые. Белые рубашки. Копыта какие-то он придуман. Ну, супер. Ванг супер, да, реально. Он талантливый, потому что что-то все просто. Валенти. Ага. Это же снежное шоу. Я его не смотрел. Представляете? Специально не смотрел ради вас. Это вот это то самое видео в тишине. Ну, что я могу вам сказать. Пакеты, да, мусорные. За сколько они? 1200 евро. Они стоят. Сейчас всех они раздражают этим самым. Вот. А это тот самый показ, на котором перемотанная была Ким Кардашьян. Помните в скотче? Да, реально. Вот люди в скотче замотанной ходят. Просто *** мода. Юр, неси скотч. У тебя вон там черный, Серега, есть. Надо переодеться. Прикинь, сейчас склейка, и я в черном скотче *** хожу. Мусорные мешки. Ну что? Во-первых, это единственный дизайнер, кто высказался. Начнем с этого. Во-вторых, скотчем замотать — это нужно иметь определенное чувство самоиронии. Я не очень мне нравятся эти спортивные очки. Знаете почему? Я тут загорал как-то и сгорел. И у меня вот такой вот след от очков остался. Это вот я знаю, что… Это нужно зимой носить такое. Или в Москве. Видео показа… А вы знаете, что я сейчас прожил полгода в Грузии, и я понял очень сильно, как думает Демна. Потому что все вот эти вот… Ну, во-первых, я понял, почему ему нравится такой вот брутализм в целом. Потому что много таких локаций мрачных, интересных, харизматичных есть в Грузии. Черный цвет — супер грузинская тема. И еще вот это вот… Я никогда не понимал, откуда этот мелкий рисунок мелких цветов. Оказывается, очень много домашних платьев грузинские женщины носят в такой… Это супер популярно. Продается в обычных магазинах практически везде. На рынках очень много тканей. И мы с Калинкиным, когда делали ему шоу сейчас, чтобы мне поделать так не представить, я был арт-директором. А мы ездили закупать ткани. Мы шили специальные костюмы. И там вот это вот практически все в тонкую… в такие тонкие ткани, в мелкие цветочки. Короче, все, что делает Демна, это все про Грузию максимально. Ну, потому что, как вы знаете, он грузин. Вот тот самый наряд, в котором была Лиза и Ким, перемотанная скотчем. Вообще ничего не могу понять по показу. Нужно посмотреть видео. Скотч… Мне здесь со скотчем очень понравилось. То есть мне нравится, что каждый раз Демна придумывает какой-то прикольный момент самоиронии. Ну и последние два выхода тоже яркие, я бы так сказал. Blue Marine, да. Это он, где по кругу все ходили, салились кипятком. Это я бы вообще лото стилизовала? Что это такое завязанное? Что это за цветы? Комбинезоны, друзья. Окей. Не очень практично, правда. Вы представляете меня в комбинезоне? Я ухожу, у меня слитой наряд в облипку. Или колготки вот до сюда. Найс. Нравится? Пиши в комментариях, нравится? Видишь меня в этом или нет? Но на самом деле, на самом деле, мне не очень нравится сетка на лице. Раз. Мне очень нравятся вот эти вот все сжатые платья. Как будто бы они мне еще не надоели. Ну, в целом, вот сосочек чей-то. Какой-то муленруш, да? У нас немного такая эстетика. Вулли, Вукуше и прочее. Платья нравятся сжатые? Все остальное? Ну, это лучше. Вязаный кардиган. Это топ вообще, кстати. Вязаные кардиганы в пол – это такие двухтысячные. Мне нравятся мини-платья все вот эти приятные. Розовое, очень сильно красивое пальто. А, так это порноактриса. Она не наркоманка. Она порноактриса. Прикольно. Была себе порноактрисой. Сосала ***. А теперь на подиуме. Что-то я не так делаю. Вязаный кардиган в пол нравится. Все. А что все реально так любят сейчас Blue Marine? Я старею. Тебе нравится? Какие-то шалавы одни. Объективизация, вот это вот все. Где феминизм? Ну, с другой стороны, были же двухтысячные такие секси. Не понимаю. Надо мне посмотреть еще раз на трезвую голову. Боттега ебать. Боттега же жива. У них даже был показ. Джинсы ***. Джинсы с футболкой придумала боттега ***. Просто здравствуйте. Я молчу, потому что я просто ну как бы типа окей. Ну, что бы такого боттега еще бы придумала. Мы делаем сумки. Вот пальто мы делаем. Вот рубашки мы делаем. Ой, платье с… А что это? Как это? Что это? С поролоном на плетях? Забавное. Чуть-чуть телепузико. Смешное. Очень прикольный материал. Рубашки, как будто бы очень плотный. А, все видно, полу неопреновая штука. Все еще в масках сидят. Ковид же был у нас. Помните, был ковид? Очень прикольный каблук. Но это тоже двухтысячные. Супер. Блин, просто горбатые люди. Прикиньте, я горбатый. Еще этот горбатое пальто надеть. И вообще бомба. Ой, и мохнатые туфли. Но это же было в Селине уже. Зачем нам опять это? Ну, такой симпатичный, простой. Все, как всегда. Миленькая. Кожаная юбка. Супер. Нравится. Очень стильный, спокойный, простой, теплый показ. Мне не очень нравится только, что все в ботфортах уже. Как будто много ботфорт. А мы только на каком-то там четвертом показе. Никаких больше вечеринок. Никаких. Реально, мужские ботфорты вязаные. Как такое вообще? А как вы там ходить? А реально? И что? Ты надел пальто. Коротенькое, да? И штанишки не надел. Или шортики. Как бы ты носил ботфорты, Сереж? Прикинь, ты в ботфортах на работу придешь? Просто в Стоун Айленде и в ботфортах. Что, боттеганам как? Просто и симпатично, да? Я согласен. Мне нравится, да. Мне не очень нравится. Я не люблю вот эту мелкую их плетение. Но оно самознаковое. Оно как будто бы мне слишком... Чуть-чуть оно... Не знаю, как его сделать модным. Оно у меня в голове, к сожалению, не модное. Ну, нормально, да. Чуть-чуть интереснее, чем обычно местами. А чуть-чуть, как всегда. Очень люблю, конечно, боттеги. Удобная, красивая обувь. Но не про нашу душу. Очень много луков. Пиздецать. 70 луков, да? Или что там? Ну, вот это вообще трэш. Что это за зеленые боттфорты, б**ть? Ну, вот это как бы тренд, ребята. Х**овые платья. Х**овые платья. Х**овые платья. Х**овые боттфорты. Бёрбари. Вау! Они что, ходили по столу? Интересно. А какой-то на ободке у нас опять какой-то хайп. На стороны головные уборы. Ну, мне нравится, что засервированный стол. Мне нравится, что розовый цвет. Очень симпатичный. Вот такие боттфорты мне нравятся. Мне нравится, когда они в облипон. Вот такие боттфорты нравятся. И розовый приятный цвет. Очень симпатичный. О, шотландка зеленая, красивая. Это клетка. Ирина Шейк опять-таки. Белла Хадид в прозрачном платье. Свет сверху у нее комплиментарный для моделей. Очень много искусственного меха прикольного в этом сезоне. Я уже вижу это. О, трендж платье. Симпатичное, кстати, прикольно. В этом появлялся уже кто-то. По-моему, кто-то выходил в этом на красный ковер. Интересно. Вот это мне нравится тоже. Прикольная стилизация. Ну, в целом, да. Что-то. Вот штаны. Это штаны. Это штаны. Фу. Какие ужасные штаны. С бляшкой еще. Зачем? Ремень. Туда. Что? Ну, короче, горошек. Горошек. Давно мы не видели горошек. О, банан. Желтая. Что это за вкусняшка? Что это за материал? Какие-то перья? Интересно. Какие-то стразы на лице. Очень много бёрбери, бёрбери. Везде бёрбери. Черная. Ну, окей. Спасибо. Шанель. Фу. Шанель надо смотреть. Фу. Вонютие. Теплые колготки. Синие. Я ненавижу цветные колготки. Б**ть. Сильно. Б**ть. Опять ботфорты эти вонючие. Рыболовные. Б**ть. Они еще ходят по какому-то ковру. Ковролину какому-то. Ребята, кому-то нравится Шанель? Напишите в комментариях. Вот этот, например, лук резиновых сапог. Желёные резиновые сапоги. Мечтаете вы о таких? Хотите ли вы себе такое купить? Напишите в комментариях. Может быть, я crazy. Может быть, я не понимаю моду. Может быть, она меня не понимает. Ну, что это за бабки какие-то? Ну, это как будто они героини кино. Это Эмили в Париже. Вот я такую херню не люблю очень сильно. Вот это вот не моя тема. Как бы не 22-й год. Как будто бы чуть-чуть попахивает нафталином. Просто, возможно, стилизация такая. Может быть, просто нужно было… И на хера сзади логотип Шанель? Типа зачем? Мало логотипа, мало брендинга. И так же очевидно. Чтобы все поняли, что это Шанель. Это бабкин какой-то показ, реально. При этом же вещи так качественные. Но как будто бы подача сама. Вот мне нравится черное платье. Ну, е**ть. Если мне нравится черное платье, то это как бы… О, Кристиан Диоржи тоже есть еще такой бренд. Там пиздец тоже, да? Просто бабки опять какие-то. Это что такое макароны? Что это за труб… А, это дюна? Что это за х**? Трубки, это трубки, это дюна. Дюни в первой версии, у них такие трубки были. Они так добывали. Что-то они потели и перерабатывали пот в воду. О, господи, какое уродство. Что это за говно? Это мимоза? Как называются цветы, которые на 8 марта все? Мимозы. В тренде мимоза, ребят, салат. Аааауч. А перчатки не четкие. Ну, это так странно, что даже прикольно. Это уже хотя бы не такая скука с цветами вонючими. Это уже что-то хотя бы вызывает во мне какую-то эмоцию. Хочется рассматривать, но они с сузь кипятком. Вот это уже бабки на шоу, которое мы ждали. Какой-то вот тюли, какие-то тофты. Вот это вот все. Кружева вонючая. Вот это классическая Мариаграция Кюри. Да и бог тебе здоровья. Ну, конечно, очень это все забавно, что происходит с Диором. Пока тяжело мне дается понять это. Не могу уже какой сезон. Дион Ли. Ну, Дион Ли мне очень нравится бренд. Он смешной, он модный, он местами секси. А вот это как будто Алла Я, Зена Королева Войнов. Нет, я только что разлюбил этот бренд. Извините, пожалуйста. Трусы на роже. Яс. С*** мода. Когда это прекратится? Трусы на роже, ребят. Ну это пи... О мэй ГААД! Там еще женские кружевные трусы. На х***ка? Ваоааааааа уч! Про... О, смотрите... Юля Фокс издаёт тренды. Синие глаза Юли Фокс. Что за прикольдеск, с этими трусами был? А чо реально? Почему такой мейк? Да, Юля Фокс. Приколь. кол. Трусы на роже. Кружевные перс... О, это Юра. Сколько лет этому модели? 31-й лук. Пиздец, он же был супер популярен в 2000-х. Или это не Юра? Спасибо, что не в трусах на роже. Мне нравятся очень сильно материалы, я честно могу сказать. Ткани прикольные, прям крутые какие-то ткани все. Очень сильно симпотные. А вот что происходит со ста... Может, это новостной повод они так хотят привлечь? Ой, дизайнер как выглядит, интересно. У него тросы Кельвин Кельвин я вижу. Как у меня. Мой любимый Эрл. Ну, погнали. Эрл, мне подвести... Вот это, ребята, фэшн. Кстати, я видел недавно лукбук какого-то бренда, и они придумали такую штуку. А там обычная одежда, и все у пацана, главного героя в лукбуке коллекции, было просто гипс. Типа вот такая штучка. Ну, ничего, какой-то сюжет хотя бы. Гипс в тренде за такой. Так, ну, что я могу вам сказать? Эрл. Нравится мне сильно бренд. Очень люблю его. 83 — хорошая цифра. Какие-то подплечники тут, да, у нас есть. Что-то вот для Нового года коллекция. Кроссовочки у нас скейтерские. Все широкие длинные шортики, клетчатые рубашки. Просто такой уютный дачный сезончик. Клеш, конечно, эти мужские смешные. Опять свитера потрясающие. Вот это вот все. Овчина, звезды. Какой-то сюжет нам хочет рассказать дизайнер. Ой, невеста. Мне нравится вот этот лук и белый, и белый. Невеста и... Ну, вы поняли. А вот вершиванка по какой-то причине у нас тут. О май гад, черепа. У меня было что-то такое... Это Эмма? У меня было что-то в 2000-х такое череповое. Это было очень модно. Помню, как мои друзья сноубордисты жестко угорали по доскам с черепами. А че это был за бренд? Ну, ладно. Чем более... А, это просто. Слушайте, ну, смешно. Мне нравится. Я и клетку люблю. Очень странная коллекция. А, на рождествен... А, это ангел сгорел. Это ангел сгорел. Лукбук смешной, но ничего не понятно. Как вы знаете, многие спортивные, но и в целом другие бренды временно закрыли свои магазины. И меня сейчас спрашивают, а где покупать кроссовки? Все просто. Вот тут. Вот где-то тут. У Суперстепа 35 сникерсторов по всей России. Мы находимся в самом большом. Он расположен в ТЦ Павиленская Плаза. Доступны кроссовки брендов. Адидас, Рибок, Пума, Нью Баланс и Лакост. Базовый любимый нами на осень Доктор Мартинс. Есть классические конверс, а есть вот такие классные, модные, ну или экстремальные даже. Еще есть русский бренд Вами Чая, и они в совершенно разных цветах. Даже в розовом. Здесь есть пункт приема чистки кроссовок Soul Fresh. Он расположен прямо в магазине. Также у Суперстеп есть очень удобное приложение. Ссылка на него в описании. И в приложении на сайте есть промокод Гоша на 15%, который действует до конца октября. Пока. Гивенчи хочу смотреть. Вау, это что? Это что такое? Это футболка? Красиво. Красиво. Чуть боленсяга, да? Это что? Каф? Это каф? А тут еще какой-то гвоздь мохнатый. Гвоздь мохнатый. Вау, это футболка есть мужская. Нравится. Блин, красивая обувь всегда почему-то гивенчи. Симпатичная. А куда надо промокнуть все? А вот тут бельщем. Так. Вот такие вот штучки приклеенные мне нравятся на лице. Мне вот эта штука не нравится. Вот здесь она странная. Которая, что это? А все? 500 тысяч футболок одинаковых? Только нахвалил показ. Просто 800 тысяч цветов футболок. Это все похоже очень на Рикардо Тиши. Он делал такие коллекции в Жванши. Мне нравятся. Ну, как бы, п***. Типа, окей. Просто, просто вот много черного реально. Желтый какой-то, да, у нас есть. Какие-то модели красивые в гивенчи. Вообще, люблю модели. Модели — это хорошо. Красивые люди вообще приятные. Смотреть на модели приятных. Ой, смотрите, у него тут пирсинг. Проколите мне лоб. А как такие волосы? Это парик, наверное, да? Белый, крашеный, красивый. Как будто я смотрю один и тот же лук все время. А какой-то объем на коленях, он зачем нам? Или какой цели нам объем на коленях предлагают в этом сезоне? Чтобы что? А че это вот это? Это типа рога? Вам нравится? Пишите в комментариях. Вам нравится, что она стойко шатается? Как вы к этому относитесь? Что, у вас ведущий шатается? И стойко. Мне очень сильно скучно. Ой, я на каком 47-ом луке? Джинсы такие, сякие. Все, что хочешь, вам можем отшить. Лишь бы покупали. Мне че-то тяжело дается пока гивенчи понять. Не до конца могу понять. Мэтью Уильямс? Hi. Gucci. 100 тысяч, да, там шоу сейчас будет? А, нифига, это девочка. Я думал, это парень. Думал, какой интересный парень. А может, это и парень. Он разбирался в моделях. Это где Adidas коллаборация? Ржака. Это, ***, просто была ржачная коллаба вообще в мире. Я честно, ну, не знаю пока. Вот, как бы костюм. Мне нравится, что три полоски классические. Костюм так 424, по-моему, да, делали такое? Мне очень нравился костюм классический с полосками. Это прям супер идея. Но не то, что Микеле это придумал, конечно. Мне бы не хотелось, чтобы было «Gucci» написано прямо на груди. Но это прям забавно. Еще кто-то видел Брэд Питт в чем-то смешном выходил недавно. Тоже Gucci Adidas. Вот это платье очень классное, спортивное. Мне оно прям нравится дико. Красное. Они, типа, это какая-то цитата их самих же. А кепки с тремя полосками. Вау, какой парень крутой. Кастинги, конечно, у Gucci всегда бомбические. Но я так скажу вам, что я вообще ничего не испытываю по отношению к Gucci. Кроме… Окей. Тысяча луков. Мне вот показ в Лос-Анджелесе реально… Ой, и мне очень нравится это платье, где написано Adidas, нарисовано. Это очень смешно. Мне очень это веселит, что, ***, платье шелковое Adidas с рюшами. Это прям круто. Ребят, ну на Маше Миногарова и Саше Гудковым это будет великолепно смотреться. И Варваре Шмыковой, а Эмусито Тебадзе. А дальше я, как бы, вам желаю хорошего просмотра этого видео. Жак Мюз. Это что за показ? Белый? Найки. Найки купили. Да, с Найки? Да что ж вы за люди, ***, такие. Никаких больше вечеринок. Никаких. Короче, была колобара с Найки же, да, у них? Ее скупили тут же. Типа на 15 минут на сайте провисела. Белый показ Жак Мю. Ну, кстати, симпотный очень даже. Очень неплохой. Ой, так красиво они идут на белом чем-то. Ой, смотрите, сережка такая, это сережка такая, прикольненькая. Нравится голое платье, белое нравится мне. Еще мне кажется, что Жак Мю должен перестать делать мужскую одежду, если честно. Будто бы ему не нужно делать одежду для мужчин, никогда. *** в жизни. Потому что это как будто бы уже чуть-чуть, ну, коз. Жак Мюз вышел замуж на этом показе. Поздравляем вас. Симон Порт, Жак Мюз. Мы поздравляем вас. Этот корабль любви отплывает. Как там говорят? Прикиньте, какую *** на свадьбе Жак Мюз говорят. Бабка, знаете, с кудрями в ЗАГСе на Кутузовском? Уважаемый Симон Порт. В этот прекрасный солнечный день, на французском еще, в очочках. Вот я бы умер, реально. И они потом поехали голубей пускать. В серебряных костюмах моих любимых мужских из сударя. О, привет. А, мужик в фатете. Я даже не понял, что это фата. Лаева, там же умора какая-то была. Кошмачки. А это, это... Вау, какое платье прикольное. Оно как в нем ходить? Оно бетонное. Вауч. Это платье-чехол. Вауч. Вауч в розовом цвете. Обувь ужасная. Отстой. Но я бы такую застилизовал. Офигеть. А что там в платье внутри? Что это? Это бутылки? Это лица? Что это такое? Что за уродливые татуировки, во-первых? И что это за... Офигеть. Ничего не понятно. О, у девочки мурашки. Она идет по подиуму, а у нее мурашки. Прикиньте. Вау. Очень трогательно. Мило. Вольнуется она, что ли? Хм? Что это? А, это машина, блядь. Это машина на хуй в платье. Чего? Их ты. Вау. Какие-то потрясающие ткани в этом сезоне у всех. Машина в платье. Типа... Да фак. Какие-то уродливые обувь какая-то новая, джинсовая. Сдутый шарик на ногах. Вы что? Это за вкуснямба. Губы, здрасте. Я вижу только один здесь, не губы. Со мной что-то... Господи, еще в сером цвете, мамочка моя. Сдутые шарики. Банты офигенные на обуви. Очень нравится. Блядь, это что? Это же меховые штаны. Очень смешная меховая юбка. Божечки. Это под какими наркотиками вообще все это придумывается реально? Туфли в платье. Зачем сменку, да? Вот как носить с собой сменку? Вот так. А обувь-то она такая, 46-го размера. Реально, мои туфли. У меня такие есть. Блин, ну смешно. Очень нравится смеяться. Хотите пять минут смеяться? Посмотрите, показывала Эва. Вау. Опять объем в районе колена. Вы заценили, Сергей Иванович? Господи, сдутые шарики. Что за прелесть. Обувь, конечно, вообще топ. Роза. Красиво, что Роза держит платье. Это прикольная передумка. Вообще, я бы очень хотел попасть на показ и живьем все это посмотреть. Мне кажется, это очень круто. Это прям перформанс. И Андерсон хороший человек, вообще талантливый, добрый. Интересно. Лаэва интересна, конечно. Луис Вуэтон. Ёпа твою мать. Луи, мой. Ой, Жесткий дёрд, привет. Хороший идёт, там что-то улыбается. Ой, это же из этого. Первый лук. Это кто? Из Игры в кальмара. Поняли? Я вам сейчас... Она такая красивая. Это из какой-то рэпа есть песня. Это из Моргенштерна. Да, есть такая фраза? Очень прикольная женщина эта, но очень некрасивый галстук со штанами. Не могу такое понять. Галстук чисто Рома Уваров. Вот это как будто его показать чуть-чуть. Прикиньте, следующий дизайнер Луи Виттон и Рома Уваров. Вау. Вот это будет прикол. Жилеты из макарон. Очень много луков вы любите делать. Все дизайнеры там в Парижах своих. Экономили бы ткань. А вот этот нравится. Какой-то свитер смешной. И пола большие. Пола нравится, а свитеру нравится. О, даже эти скейтерские кеды начали делать. Всё, носим DC. Срочно всё покупаем. Осирис моди. Скейтерские моди. Очки смешные. Почему открытый носок? На хера открытый носок зимнего боя? Кто вот это вот? Зачем это делать? Прикиньте. Всё, Байло и Виттон. Супер. Очень интересно. Но не хочется больше смотреть. Марк Джейкобс. Люблю Марка Джейкобса. Я люблю, во-первых, такие стрижки. Я люблю этот шум сегодня в этой студии. Я очень сильно люблю, да, Марка, конечно, вот нового. И цвета какие. Смотри, крашенный деним. Прикольный розовый. Очень прикольная история прически. Замотала его опять в моде, ребятки. Ну, забавно же, скажите. И носить можно что-то из этого. Мне нравится. Это логичное предложение предыдущей коллекции. Мне нравится кастинг. Мне нравится, что просто... Вот это прикольнее, чем... Скажи, это лучше, чем диск варет, намотанный с Лу Виттоном, нет? Это хотя бы смотреть можно. Не тошнит, да? Ты понял про что? Посмотрел и вспомнил про что коллекция. А у Лу Виттона, кроме принтов этих на лиц, я не помню ничего. Ой, красивый. Нравится все. Мне все нравится. Мусорные пакеты опять-таки. Мусорные пакеты как тренд. Ребят, живем. Не выкидываем пластик черный. Шьем из мусора одежду. Маскина смешной. Ой, это... Вода. Краники для воды. Краники для воды в виде пуговиц. Ты ж моя зая. Ой, шкаф. Ой. Ну вот это вот, да? Прикольдесное все. Вилки с ложкой. Какая-то я-женщина-дверь Белла ходит. У нее, значит, здесь скважина у Беллы. А как бы... Джиджи Комод. Здравствуйте. Это же Комод? Ну, какой-то вот она. Сервант какой-то. Джиджи Сервант. Это трансуха так могут звать. Welcome to the stage. Джиджи Сервант. Люстры. Как бы в виде люстр. И шкатулочку с собой несет. Мне кажется, вот он сидит уже Джереми Скотт. Вот просто в гостинице такой где-нибудь. Такой, б***ь, застрочно придумать коллекцию. Заб***ь. Сервант. Сервант, ложка, дверь, диван. Следующая коллекция. Значит, вилка, розетка, дым, машина, камера. Вот такой примерно креатив. Часы. Это все, кто смотрел Stranger Things. Девочки и мальчики. Наряжаться. Элевен бы. Так нарядилась на Хэллоуин, меня бы раз**ало. Прикиньте. Ты смотрел Stranger Things, Сереж? Да. Прикинь такой наряд на Хэллоуин. Просто в часы. Да. Это ох**но было бы. Спойлер. Это что такое-то? О*****ц, коршер. Рама. Шампанское. Ковер. Бабоковер. Бабоклетка. Со всем моим уважением. Абсолютным к женскому полу. Лампа. Очень удобно. Носить лампу на голове, включаешь. Ну, типа, и видно тебя всегда. Твоё е*****ла. Троумовара в тренде, ребят. Просто ширма, ***. Баба-ширма. А как это окупается? Я вообще не понимаю, на чём они зарабатывают деньги. Баба-арфа. Баба-арфа. А, ***, я умираю. Божечки. Ещё одна баба-арфа. Хэнда Лускер. Скважина. Скважина, кстати, смешная. Made in Italy. Made — это домработница. Баба-арфа топ. А Мария Карла Басконе единственное нормальное платье на ней. Просто синее, красивое какое-то. Как будто бы... Это очень удобно, кстати. Просто берёшь платье, куча *** показываешь, и два нормальных платья. И всё. И все до сих пор выбирают это лучший лук. Очень много образов. Просто баба... У неё, смотрите, стул на башке. Я в восторге. ***. Это что? Он кто? Космонавт? Белка и Стрелка? Он Илон Маск? ***. You crazy girl. Ой, Маскина поднял прям настроение, ребят. Спасибо, Джереми. Надеюсь, вы там хорошо живёте. ПРАДА, ПРАДА МИУЧИЯ. А, вы видели, да, что скандал? Полторы тысячи долларов, или тысячу двести, или девятьсот. Короче, очень дорого стоит эта футбол... Майка, майка ***. ПРАДА стоит девятьсот долларов. Я что-то реально не могу догнать, что вообще я как ПРАДЕ ощущаю сейчас. Обувь нравится. Ой, красивое пальто, оно похоже на Балансиагу. Ну, я люблю ПРАДУ, ничего не буду говорить. Просто классно дорого и архитектурно. Но... ***, ты это купишь в России? Ну, я... Окей. Перья *** на пальто. Нормально, когда он устал, Серёж? Нормально, говорит. Перья на пальто. В следующий раз я *** буду странно выглядеть и скажешь нормально. Я подумаю... Я вспомню про это. Рико он сможет? Бьюти. Смотрим бьюти. Ну, красивый скульптуринг есть. Окей. Я видел в этом Билли Портера уже. Он выходил на какой-то... На Бэтвордс. Красиво, мне понравился на нём вот этот свитер. Это смешно. Очень острые плечи. Ну, это красиво, когда ты вот такой. Вот такусенький прям. Если вот я это одену, вы прикиньте, что будет. Я просто, типа, буду этот... Грю. С миньонами тусоваться. Очень красивая пайетка, да? Прикиньте. Пайетка. Казалось бы. Что может быть пошлеть? Пожалуйста, берёт реконс и делает это красиво, архитектурно и дорого. В этом может спокойно выйти любая умная женщина. Поэтому никогда не говори никогда. Вот эти все люди. Я никогда не надену пайетку. Короче, мне сильно нравится пайетка. Ой, это я. Если вы хотите видеть меня в пайетке, вот. И ещё пять тысяч шуток на тему лысиней от Гоши Карцева. Пожалуйста, если не хотите их пропустить, подпишитесь на этот канал. Ребята, она несёт дымашину. Круто. Нравится. Нравится. Принты не нравятся. Не надо принты. Прикольно. Нравится что-то реконс. Он просто архитектурно. Я не знаю, как это носить. Я, кроме тиктокеров, вообще слабо в этом кого-то представляю. И в целом американских каких-нибудь. Или Кардашьян. Кто это носит вообще? Меховые сапоги. Я видел недавно. Один есть очень крутой блогер. Вы по-любому его видели. Он купил себе бетфорты вот эти на каблуках, и он показывал, как он не мог в них залезть. Сан-Лоран, вот, например. Это что, в пустыне? Блин, я так хочу посмотреть показ в пустыне. Это какой сезон? А, нет, это не пустыня. Это опять, ё... Эйферова башня. В Марокко, в Марокко был показ. Очень хочу посмотреть, но это, к сожалению, нет сезона. Вау-ау-ауч! Мне очень нравится. Мне давно не нравится, Лоран, мне нравятся платья такие в пол. Мне не нравится тофта или что-то органза, вот это дешевый, этот материал, он везде в этом сезоне. Массивные браслеты тоже везде, а вот это платье мне не нравится. Какой-то дерьмовый какой-то. Мне, мне нравится... О, шуба в пол, ты божечки, какая красота! Красота. Я надеюсь, она искусственная. И еще укладка. Дэм, ты секси. Вот это прикол. Блин, очень красивые браслеты. Люблю, когда... Вот эти цветы. Что это за материал? То либо классная ткань, либо нет. Очень нравится. Это прям какой-то классический Saint Laurent. Прям старый из 80-х. Прикольно. Реально прикольный какой-то показик, да? Что-то такое все. Мне вот эта вот прозрачная ткань реально бесит. Вообще. Это прям реально работа с архивами какая-то крутая. А Юлия Фокс в тренде. Реально. Все красятся глаза, как у нее. А вот вы говорите, я реально считаю, что она охеренная баба. Она 100% будущее наше. К сожалению или к счастью, все делают мейк, как у нее. Ребят, задумайтесь. Ну симпатично. Прикольно. Версачи латекс у нас есть. Ну что я могу вам сказать? Конечно, классические прямые волосы с этими классическими смоки всегда выглядят хорошо. Господи, опять корсеты. Сколько можно делать корсеты, блядь? Это точно Версачи? Да. Донателло. Вообще я обожаю кастинги, когда миллион версий Донателло есть. Ну, окей. Нормально. То есть это носибельно. Мне нравится, что нигде нету Версачи не написано. Ну мелким только шрифтом. Что-то можно найти, но мне реально подустал я от корсетов. Носил ноль раз в жизни корсет, кстати. Почему я ни разу не носил корсет в жизни, интересно. Наверное, хорошо он по здоровью его только носит. Да, наверное? Ой, хороша Белла. Кто считает, что Белла хороша, тоже пишите в комментариях. Потому что я в восторге. Я смотрю на нее каждый раз и думаю, я тоже хочу подтянуть тебе глаза. Джиджи как будто бы уже не актуальна, да, или мне кажется? Как будто все уже давно прутся от Беллы. Окей. Типа все ДНК есть. Зачем-то… Не знаю. Короче, ну понятно. А Эмилий Ротаковский, да? Странно, как выбивается из кастинга. Лаковый дутик. У меня, кстати, есть. Вэтэменс. 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 Какого-то Раф Симонса скрестили с Рико Моунсом. И добавили цвет. И раскрасили. Я очень спокойно. Я вообще… Деним в этой стране нравится. У него там кружевные трусы. У него кружевные колготки. Вау! И он так круто порезан. Видите? Круто. Нравится. Вот этот Деним красивый. Мне почему-то цветная палитра смущает. Очень цветовая. Кастинг бомбический. Очень красивые люди. Нравится мне. А это почему мужской? Или тут тоже девочки есть? Вот эта девочка, наверное. Реально серебряный костюм. Я только про него вспомнил. Смотрите. Просто. Сын маминой подруги. Никогда не говори никогда, ребят. Собака. Я против использования животных в таких вещах. Прикиньте какой у него стресс. Мне очень нравится идея с порезанными лицами. Это очень круто. Ну, наверное, это с одной стороны плохо. Это пропаганда. Боже, я хочу такой пресс. С одной стороны, пропаганда насильная, но с другой стороны, это как будто бы просто идея какая-то. Я тебя кохаю, написано. И я тебя. Эминем. Эминем. Ну, я не в восторге. Не могу сказать, что я обослался кипятком, но прикольно. Тренды. Какие мы тренды обнаружили? Значит, ботфорты всех видов. Коленки. Объемы на коленках? Непонятно зачем. Возможно, для скейтеров или для любителей роллер-дромов это подойдет. Мы увидели вонючую дешевую ткань прозрачную, которая бесит меня сильно. Тюль всякая фатина. Денима? Жопой жуй вообще. Просто жопой жуй денима. Двухтысячные? Вообще. Вонючие рюши. На Новый год я знаю, в чем вы будете. Да, Make Uly Fox. Просто всяческих видов цветов, каких хотите. Дальше вы сами напишите, что вы увидели еще в нескольких брендах. Друзья, спасибо всем большое. Это был потрясающий день. Я очень рад, что вы подписались на канал, пролайкали и вы со мной. Всем хорошего дня. Покупайте все, что я продаю. Такой вам советик жизненный. Пока.